Итак, мы продолжаем прохождение игры «Дожить до рассвета» четвертой части. В прошлом моменте мы остановились в том, когда в тотем она, М, засунула свою руку. И так же продолжим, узнаем, что там будет дальше. Смотри, какой рот. Попробуй засунуть в него руку. Лучше не надо. Ну-ка, прямо вот сюда. Спасти Эмили. Эмили! Эмили! Попался дурень. Господи, вот дурочка. Да ладно тебе. Что это? Вот это было страшно. Знаем, какой-нибудь звери или... Ну, не жить. Спрыгнуть? Прошу, мадам. Спасибо. Надо же, очень впечатляет. Жесть. Что такое? Кто-то слепился. Его здесь точно не было. Записка? Ого. С возвращением. Наверное, Крис или Джош. Такие шуточки у них. Беспонтовая шутка. Мне это не нравится. Мне тоже. О! Мэтт! Что происходит? Кто мог это сделать? Знаешь, мне как-то уже не до трусиков. Просто хочется принять отсюда быстрее. Согласен. Снова старый добрый психоаналитик. Такое сердце бьется в банки. Я хочу понять, как ты относишься к людям, которые боятся одиночества. Разделяешь этот страх? Да. Вот как? Знаешь, ведь судя по твоей игре, этого никак не скажешь. Теперь давай подробнее рассмотрим твое отношение к другим людям. Какие качества ты ценишь в себе и в других? Что тебе важнее найти в друзьях? Преданность или честность? Честность? То есть ты не станешь лгать, даже если это будет грозить твоему другу проблемами. А если честность против доброты. Честность? Доброта, пожалуй, впрямь и так уж важна. Зачем помогать другим? Главное принципы, а? К сожалению, наше время вышло. Еще увидимся. Ранее вдожить до рассвета. Мы просто пошутили, Ханна. Сегодня годовщина таинственного исчезновения Ханны и Бэт в Вашингтон. Я точно знаю, Ханна и Бэт оценили бы то, что мы до сих пор вместе и думаем о них. Ничего себе. Готовы снова подружиться. Бум. Эффект бабочки. Прошу прощения, ты что-то сказала? Ты что, не расслышала? Уши за... Хватит! Майк, почему бы вам с Джесс не заглянуть в гостевую хижину? Да, хорошо. Ты это слышал? Что это на тебе за балахон? А вот наш пропуск в мир духов. О, кстати, берегитесь Джоша. Он, приколись. Сама напросилась. Джесс! Джесс! Итак, читай. Глава третья. Изоляция. 8 часов до рассвета. Отбросить все запреты и отдаться воле других, подчиняя все свои желания прихотям властителя духов, то есть моим. Не выдумывай, Крис. И все присутствующие снимут свои одежды по моему повелению. Крис, брось, это серьезно. Я предельно серьезен. Заткнись, а? Поехали. Да, давайте. Ну ладно. Будь что будет. Эшли, ты у нас новообращенная. Тебе и быть медиумом. Эшли, библиотека в доме. 23.00. Серьезность? Ладно. Дух, ты здесь? Если да, подай нам знак. Явись нам. Постойте-ка! Это ты была? Я ничего не трогала. Она движется! Буква? Что она пишет? Погоди. Как она движется? Это ты? Клянусь, она сама едет. Офигеть. Помогите? Как мы можем помочь? Не знаю, что это значит. Чтобы понять, надо узнать, кто говорит. Уточнение. Кто же ты? Опять! Так, С. Е. С. Т. Эр. Сестра. Сестра. Чья сестра? Да ладно, чурья она. Заткнись. Спроси, чья сестра. Джош, это наверняка. Да? Так, ладно. Хана, которая из сестер? Эшли, спроси, кто это? Хана, это ты? Кто говорит с нами? Хана? Это ты? О, Боже. Да бросьте вы. Джош, может... Ничего. Ты уверен, может, хватит? Нет. Слушай, не надо. Я хочу знать, что она говорит. Не знаю, с чего начать. Смотри, если это действительно Хана, мы можем спросить, что случилось. Джош. Я выдержу. Ладно. Сейчас. Выяснение. Хана, мы скучаем и хотим знать, что с тобой случилось. Ты можешь рассказать? П. Эр. Е. Д. О-о-о. Мне уже страшно? Предали. О чем она? Движется. О, Боже. У. Б. И. Л. И. Нет. Нет. Убили? Мы их не убивали. Это же была шутка. Эш, успокойся, ладно? Надо спросить еще. Прости. Прости меня. Ребята, а о чем это она? Спроси, что случилось. Надо же узнать. Спроси, Эш. Выяснение. Так. Кто убил тебя? Ханна, скажи, кто? Б. Б. И. Б. Библиотека. Может, в библиотеке что-то? У. Л. И. К. Улика. Значит, есть улика. Библиотека. Стой! Охренеть! Крис! Знаете что? Бред это все. Это неправда. Джош, я не знаю, что происходит. Слушай, я не знаю, может, может, ты думаешь, что все эти дурацкие шуточки как-то помогут мне справиться с горем, но это не круто. Джош, нет! Это же изначально твоя идея! Эй, успокойся, Эш, не виновата. Только этого мне не хватало, придурки! Пойдем его догоним? Да ну его! Не, лучше не надо. Пускай остынет. Я его не виню. Это было дико. Стрелка аж со стола улетела. Если ты притворялась, это было мега убедительно. Да не притворялась я, ты что? Надо выполнить просьбу. Поискать в библиотеке. Майк, тропа к Сижине. 23-22. Твою ж мать! Что-то как-то ты не спеша лезешь. Очень не спеша. Еще и обтряхается. Вроде бы, как бы девушка пропала в беде. А он только спеша. Давай, спокойненько так. Прогуливаемся, идем. Джессика, ну хватит. Джесс? Джесс, будет страшно. Эй, ты здесь? Охренеть! Чуть из штанов не выпрыгнул. Откуда тут эта фиговина? Страшивайте, кто-то ставит. Так, а тут у нас тотемчик опять лежит. Тотем опасности. Эй, любовь моя. Слышишь? Это не смешно. Я торжественно обещаю, не убивай меня. Ну ты даешь. Здорово вышло. Нет, нет. Стой, стой, стой. Ты должен это увидеть. Ты должен. Нет, 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 Майкс. Ты меня снимала? Вот это лицо. Я испугался, Джесс. Нельзя так пугать людей. Да еще посреди леса. Страшно же. Ой, я тебя напугала. Если ты это запостишь, я тебя убью. Не думала, что ты умеешь визжать, как девчонка, Майкл. Узнать человека по-настоящему можно лишь напугав его до потери штанов. Остроумие. Ну, штаны-то пока на мне. О, да неужели? Да. Старайся лучше. Это вызов, что ли? Я надеюсь, ты крепкий, малый, потому что сейчас на тебя обрушится вся мощь моих пугательных талантов. А кто-то за ними следит. Класс. Ну, тут прямо-таки настоящая зимняя сказка. Сказку могу устроить. Игра проработана вообще до мельчающих деталей. Даже они по лестнице поднимаются, наступая на каждую ступеньку. Как будто я. Нет. Это наверняка белка или чего-то. Жутковато. Чш. Что? Слышала? Нет. Эй! Кто там? Так вот тебе взяли и назвались. Кто там? И графонистой игрушкой каждую мелочь проработали. Все четко все. Компания Sony могут делать эксклюзивы. Все, как ты и обещал, Майкл. Что? Что? Хижин. Здесь не получилось. Да. Снова эти олени, е-мое. Кажется, я слышу петозелки. Ой, ее. Кого-то порвали. Чш. Это ужасно. Жуть. Похоже, ему конец. Поддержать. Боже мой, бедняжка. Потерпи. Потерпи. Давай. Майк, ему так больно. Уже недолго. Потерпи. Уже недолго. Беги! Беги! Господи, что это было? Я не знаю. Там море. Сюда, сюда, Майк. Давай сюда. Медведь. Это медведь. Смотри. Смотри. Месть. Как всегда, надо кому-то упасть. Помочь. Вставай! Скорее! Сейчас! Она еще и психует, е-мое. Мой! Найди ключ! Открывай! Боже мой! Еще по чуть-чуть! Мы спасены. Что? У меня все было под контролем. Иди ты! Да, да все сто. Все сто. Сто десять. Молодец. Кошмар. Я как будто марафон пробежала. Ну, в общем, так и было. Это медведь? Ага. Наверняка. Они очень быстрые. Просто я ничего не взглядел. Эй, сюда он к нам не вломится, это точно. Откуда ты знаешь? Элементарно, Джесс. Медведи не умеют открывать двери. Но машины они как-то открывают. Что? Да, вот. В сети видела. Правда? Ну, Джесс, мало ли что в сеть выложат. Это реальная жизнь. Обещаю, что медведь и никакой другой зверь эту дверь не откроют. Наверное, ты прав. Ладно. Будем считать, мне почти полегчало. Ну, почти. Ну, конечно. А я почему-то ожидала уютный домик, Майк. Ну да, как-то сквозит. Ну, зато есть камин, видишь? Нам не нужен огонь, чтоб согреться. Майкл, изволь обеспечить своей даме романтическую обстановку. Такие подкаты тут не действуют, Майк. Вот. Это сойдет за уютный свет. Сказки и мифы коренных жителей Америки Джозеф Малик Медведица вернулась. Она в ярости напала на торговца, но он сумел сбежать, прихватив с собой шкуры. Это увидел могучий орел. Он спикировал на торговца, бежавшего по лесу, но тот отпугнул его выстрелы. Торговец приближался к опушке леса, радостно думая о том, сколько денег он выручит за шкуры медвежата. Но вдруг огромное дерево упало, преградив ему путь. Торговцу пришлось обойти его, но тут его настигла Медведица. Великий дух остановил его в тот день, и Медведица смогла отомстить. Знаки и символы коренных племен. Коренные американские племена вырезали на деревьях и рисовали на стенах особые знаки и символы, которые некоторые из этих символов втаили в себе религиозный или мистический смысл, другие предупреждали об опасности или даровали защиту. Третьи сообщали о хорошем месте для охоты. Майкл, ты же огонь разжигаешь, не роман пишешь. Ну сколько можно еще время тянуть? Какая злая, а? Все они таки нетерпеливые, блин. Показать. Как тебе? О, господи. Ну почему мужики так дуреют? Привидел... Нет? Топчик. Глупая женщина, я этого не понять. Что-то ищет, кажется, что-то потерял. Тут... О, нет. Черт. Майк! Что? Черт! Что? Да где он? Что? Что такое? Он потерялся. Блин, что... Жез, притормози. Кто потерялся? Мой телефон, Шерлок. Что, нету? О, черт. Дура. Наверное, в снег выронила. Да. Жопа. Если я его не найду, родаки, меня убьют. Но купишь другой? Да это уже четвертый за год. Ладно. Ладно. Ну, давай его поищем. Четвертый за год. Телефон. Ага. Только как-то не хочется сейчас лезть туда. К медведю. Или кто там. Ладно. Ну-ка, ну-ка. Сейчас мы с тобой зашел. А ты спички мы нашли. Сейчас самое время поупражняться в астроуме. 1-0. Я веду. Очень мило. Ну, браво. Ну вот, миледи, чего вы еще изволите? Папа. 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 О, да, детка. А-а-а. А-а-а. Ну, хоть бы окна закрыли, что ли? Как я и говорил, Джесику здесь можно раз... 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 раздеть. Что это? Я не знаю. Ну так выясни. Быстро давай. Хе-хе-хе, иди узнай. Телефон. Твой телефон! Что? Как это мой телефон? Я не знаю. Прилетел в окно. Ах, да какого хрена? Вот же твари. Что? Эти уроды наверняка пришли сюда к нам и пакостят. Дождались, когда мы к делу приступим. А-а-а. Эй! Вы! Уроды! Я к вам обращаюсь! Я знаю, что вы там! На хрена вы припёрлись! Что? Так охота помешать нам? Знаете что? Обломитесь! Вы нам не помешаете, потому что у нас сейчас будет секс! Да-да! Мы с Майклом будем трохаться! По полной программе! Наслаждайтесь! Мы готовы и приступаем! Ах! 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 Эшли нужно поставить ограничение 18+. Это было жёстко. Думаешь, это они с нами разговаривали? Я не знаю. Не знаю, что лучше, чтобы да или чтобы нет. Ну, Эшли библиотека в доме 2314. Поддержать они приехали! Да где вы год целый были? Вот жесть! Ты цела? Да вроде бы. Ой! Что? Там что-то за книгами. Что это? Кнопка, что ли? Зачем здесь кнопка? Хороший вопрос. Что, нажать? Именно для этого и нужны кнопки. Да ты что? А если бы она нажала и взорвалась бы? Нужны кнопки. Ого! Стена отъезжает! Взрыв лозга! Такое ощущение, что мы в кино. Надеюсь, в романтической комедии. Ну как в доме у Вашингтонов и не быть тайным уходом? Они могли и не знать о нём. Дом очень старый. Ну что, давай заглянем? Да, мы вперёд. Не-не-не-не-не. Ты иди. Крис, библиотека в доме, 2319. Найдена улика, фото, портрет. Что это? Что ты нашёл? Я выпущу из них кровь, как из свиней. Я сорву с них мягкую белую кожу. 16 долбаных лет. 16 лет я ждал встречи с крошками Хана и Бэт. Честность. Так, я не хочу тебя пугать, но... Глянь сюда. Что? Крис, что это? Это, кажется, то, на что указывала гадальная доска. Отсказка? Да, это письмо. Покажи-ка мне. Это, угроза? Крис, всё серьёзно. Надо найти Джоша прямо сейчас. 16 долбаных лет я ждал. Я, кажется, знаю, что это. Это, этот уборщик, которого осудили на 16 лет, который обозвал мать двух этих сестёр шлюхой и пообещал им отомстить. Ну, как-то это не странно, да? Дверь сама открылась. Так, что-то светится, значит, это нужно открыть. кто-то, кто-то правда охотился на Ханну и Бет? Подумал, мы с Сэм видели кое-что любопытное. Что? Такой плакат разыскивается, как в вестернах, типа. И? И Сэм показалось, что её кто-то преследовал. Так, это что, выходит, здесь в горах рядом с нами преступник? Ну, вот тот чувак, помнишь? Стой, 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 какой чувак? Который угрожал Вашингтону. Он говорил, что собирается мстить и спалит здесь всё дотла. И я нашёл письмо от психа. Крис, если таким образом ты пытался меня подбодрить, ты уволен. Слышала? Это Джош! 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 Держись! Эш, Ли! Эш, что происходит? Пусти меня! Эш, Ли! Что с... Я... Сейчас. Эш? Эш! 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 Да, это довольно-таки жутко. Психоаналитик. Сейчас я покажу тебе фотографии людей, которых ты знаешь и любишь. Или, возможно, просто делаешь вид, что любишь. Итак, это упражнение в частности. Скажи, кто из каждой пары тебе больше нравится. Не спеши, твой ответ очень важен. Итак, продолжение мы увидим в пятой части. Всем до скорых встреч. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...